Сначала медицинский осмотр. В Самару вернулись еще две пострадавшие, которых госпитализировали. Напомним, в автобусной аварии 2 августа пострадали 18 человек из Самарской области. Трое погибли. Еще трое остались в тяжелом состоянии в турецких больницах. Сергей Кремнев, отец троих детей, тоже был в том автобусе. Несмотря на травмы, после аварии сразу принялся помогать выбраться другим. Турист вспоминает, тревога появилась еще до отправления автобуса. За несколько минут до отъезда мужчина почувствовал специфический запах. Запах тормозных колодок, и водитель вышел и начал осматривать заднее колесо. При этом запах усиливался, он зашел обратно в салон, заглушил автомобиль, и порядка 5-7 минут что-то делал с колесом. Я лично не видел, но одна из пострадавших говорила, что он чуть ли не снимал и водой поливал на тормозной диск. То есть, возможно, он закипел. Не хочу делать выводы, но, скорее всего, это могло стать причиной аварии, потому что, скорее всего, диск перегрелся. Потому что мы отъехали от отеля, и буквально через 10 минут произошла авария. Во время аварии, рассказывает Сергей, пассажиры дремали, проснулись от резкого удара. Машину повело на встречную полосу. Сергей Кремнев рассуждает, погибли не все, потому что скорость была небольшой, а тормозной путь – коротким. Первым делом Сергей помог выбраться своей семье, потом услышал крики женщины, которую зажало, и направился к ней. Позже пассажиры смогли перевернуть автобус. Турист отмечает оперативность турецких медиков. Теперь ситуация находится под контролем региональных властей, которые работают в тесном взаимодействии с федеральными и международными ведомствами. Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что пострадавшим и родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь. Семьям погибших выплатят по миллиону рублей, людям с тяжелыми травмами – 500 тысяч, с легкими – 200. Средства на эти цели выделят из резервного фонда губернатора Самарской области. Доставка туристов на родину происходит за счет страховой компании. Мария Левина, События.